Есть два способа выхода из кризиса. Первый – это надеяться на экономическое чудо, ну, вдруг оттуда не возьмись, пролетит много денег. Либо жить с этим и привыкнуть. Похоже, второй способ более конструктивный. И Магнитогорск потихоньку привыкает. Привыкает к возможности не особо напрягаться, в смысле платить кредиты, и зарабатывать деньги, исходя из конъюнктуры рынка. Конъюнктуры рынка сегодня говорит о том, что 50% домов города Магнитогорска не имеют хороших окон. А надо ставить только отличные окна. И сегодня, ну, дабы не превращать сюжет в исключительно рекламный сюжет, мы проедемся по клиентам, которые же установили отличные окна. Оказывается, сказочно красивой можно сделать и абсолютно простую квартиру. Оказывается, мы умеем делать гораздо лучше других. И нам нет смысла смотреть московский квартирный вопрос либо дачный ответ. Москва для нас теперь не авторитет. Москва снимает параллельно 20 передач, а мы вживую показываем вам результат. И вы знаете, что такое балкон брюшневки в изначальном виде? А вот теперь законченное произведение искусства, на котором можно жить, и вполне разумно, что такое произведение искусства резонно включить в площадь квартиры. Великолепный тюнинг того, чего в природе не существовало. Вот такие творения умеют делать люди мастеровые. Умельцы из фирмы «Отличные окна». Красота неимоверная. Сколько лет стоят у вас вот эти вот отличные окна? Окна у нас стоят уже более пяти лет. Да, более пяти лет. Профиль «Экспро», фурнитура «Рота», микропроветривание встроенное. Мы довольны. Дома тепло хорошо. То есть холода нет, ничего не запотевает. Очень нравится. В эту компанию обращались много раз. Последний раз сделали балкон, остеклили балкон, то есть там с противовзломной фурнитурой, с энергосбереганием. То есть когда на улице было минус 30, у нас на балконе было минус 5. Все это красоту на балконе тоже сделали? В фирме «Отличные окна»? Да. Обращаемся всегда туда. Очень нравится фирма. Очень хорошие ребята. Спасибо большое. Как и всегда, сработали на «Отличные». А последнее окно, вот какое поставили? Что там есть? Ну, чтобы так вот совсем уже людей-то удивить. В последнем окне сказали нам, что оно энергосберегающее, что там на дальнем стекле ионы серебра. И за счет этого они отражают свет. И то есть тепло не выходит. Но мы на самом деле это проверили, убедились в этом, потому что зима у нас была холодная, в этом все убедились, но у нас было тепло. То есть у меня на балконе живут животные, всю зиму прожили и птички, и цветы. То есть все отлично. А по карману-то сильно бьет или нет? По карману нет. Сейчас, кстати, вроде как акция. Акция была, то есть энергосберегание абсолютно бесплатное. И фурнитура «Рота», по-моему, «Инти». Она идет вообще противовзломная, магнитная защёлка, очень удобная, очень легкая. Мне очень понравилось. То есть то, что есть не просто откид функция, а есть встроенное микропроветривание. То есть можно делать побольше, поменьше, побольше, и потом полностью откид. Когда ребенок маленький, очень удобно, чтобы не простудить ребенка. Так, ну вот вы на балконе поставили, по-моему, полный фарш, да? Там четыре окна, если я не ошибаюсь. Вот. Баскитная сетка, подоконники, и плюсы жалюри. Во сколько обошлось? Около 60 тысяч обошлось все полностью. Вынос, обшивка с улицы, сайдингом, вагонка, утеплили нам балкон, подоконники, водоотливка, козырек, жалюзи, москидки, шкафчик еще сделали встроенную. Да, где-то около 60 тысяч обошлось все. Ну, очень удобно. Я, бля, каждое утро просыпаюсь с хорошим настроением, потому что у меня есть такой великолепный балкон, я прям туда выхожу, там, мне очень нравится. Балконы ранее, по сути, были кладовкой и мусоркой. Фирма «Отличные окна» из балконов делает полноценное жилое пространство. Теплое и уютное. Но нет у вас средств на улучшение жилищных условий, а это не несколько сотен тысяч рублей за комнату, а миллион и более, учитывая необходимость ремонта. Устройте себе личный кабинет на балконе. Кстати, при должной площади и грамотном конструкторском исполнении балкон превращается в детскую. И шкафы, ранее загромождавшие жилое пространство, маскируются в балконном пространстве. Кстати, если у балкона нет крыши, ну, верхний этаж, она также легко монтируется. И это полноценная теплая крыша. В общем, хотели про окна, а теперь захотели и вот такие балконы. И вот такой разговор у нас получился. Ну, не то, что про окна, а больше про балконы, хотя в каждом балконе вставлены отличные окна. И не стал бы я зарубаться за эту фирму, не попробовав на собственном опыте. Да, на свою загородную резиденцию я уже поставил два отличных окна, что и вы можете сделать. Причем, я чрезвычайно удивился. Хотел, ну, поразвлекаться, на самолетике полетать. Вот. Пришлось чуть-чуть по самолетике полетать, а потом уже мусор выносить. И к тому моменту, когда я закончил вынос мусора, окна были уже установлены. Вот так вот скорость. Теперь, где вы так же быстро можете найти эту фирму? Ну, во-первых, это пересечение улицы 50 лет Магнитки и Жуково. Там все понятно. Амбициозные вывески везде висят. Вот. Здесь, на Суворово 121, и на улице Октябрьской, чуть-чуть не доезжая площадь Сковородка, если ехать в сторону центрального перехода.